Всем привет! Вы снова на канале CarTecl TV и сегодня мы начинаем выпуск зимних видеороликов, в которых будем вам рассказывать о новых монтажах, новых отнастках и также показывать те монтажи, которые заслуживают большего внимания и особенно те, которыми мы пользовались в этом сезоне. И начнем мы выпуск с монтажа всем известного под названием Чодрик. Также все знают, что Чодрик предназначен изначально для ловли на мягком дне, для ловли на заросшем дне, на замуслении, но также Чод неплохо себя проявляет и в прикормочном петле. Какие варианты Чодров бывают? Это обычный классический Чодрик, где поводок привязан очень плотно, можно так сказать, на глухую к вертушку. Такой вариант. Вариант Чодрига, который крепится за счет петли к вертушку, данный монтаж удобен для ловли такой, скажем, вялой рыбы, которая не очень активна. Но мы хотим сегодня заострить ваше внимание еще на одном варианте Чодрига. На наш взгляд, это более интересный вариант. Монтаж, на котором очень быстро можно поменять поводок. За счет того, что стоит быстросъемник на лидкоре. То есть вам не придется полностью разбирать практически всю оснастку, снимать лидкор, шок-лидер, снимать кучу шариков и тому подобное. Нужно будет просто сделать несколько движений, как при обычных монтажах. Сперва снять буфер резиновый, который закрывает быстросъемник. И затем спокойно, аккуратненько снять сам поводок и на его место поставить новый. Но! Возникает самое ужасное но. Возникает оно почему? Если, скажем, вязать Чодрик по классике, как все привыкли. Сперва вяжем узел на крючке, а затем вяжем заднюю петлю. То изготовить заднюю петлю будет не очень удобно, потому что сам поводок по себе не очень длинный. Можно просто банально уколоться и даже, скажем так, не протянуть заднюю петлю до конца. Поэтому мы вам предложим несколько иной способ изготовления данного поводка. То есть, наоборот, с задней петли к крючку. Что будем использовать? Будем использовать жесткий материал, который подходит непосредственно для изготовления Чодрига. Крючки четвертого номера, Фокс. Очень хороший крюк, очень надежный. Добавляем маленький микровертужок с дополнительным колечком, на которое будем крепить нашу насадку. Итак, начинаем с задней петли. Итак, для начала мы согнем поводковый материал, чтобы сделать сразу заднюю петлю. Складываем его пополам. При помощи иголки, как всегда, вяжем заднюю петельку. Протягиваем ее. Специальным инструментом. За каждый хвостик. Чтобы узелочек получился маленький и аккуратный. Лишний отрезаем. И отмеряем материалы. Давайте сделаем чуть длиннее, чтобы было понятно, что мы поменяли короткий поводок на длину. Сделаем чуть длиннее поводок, отрежем материалы примерно сантиметров 20. Возьмем крючок и, как обычно, изнутри наружу его заведем. Сделаем подлиннее рабочий хвост. Рабочую лапку. Сложим, как всегда, петлей. И правой стороны петли делаем 6-7 оборотов. Вокруг крючка и поводкового материала. Все это обматываем аккуратненько. Собираем узелочек. Прежде чем его полностью стянуть, мы воздвигаем кольцо крючка. И все это протягиваем. Получается аккуратненький узел, который уже не разойдется. Теперь берем микро-вертлюжок. Вот такой вот маленький вертлюжок с дополнительным колечком. Очень хорошо они себя зарекомендовали в этом году. Большим кольцом одеваем на торчащий хвостик материала. И начинаем делать петелечку, на которой, в общем-то, будет этот вертлюжок находиться и держать нашу насыпку. Большую делать петлю не нужно. Небольшого размера. Также лишнее отрежем. И хвостик, оставшийся, подпарим обычной зажигалкой. Сделаем маленький грибочек, чтобы наша петелечка не выскочила. Вот что у нас с вами получилось. Вот так вот, аккуратно, поводок, который мы сейчас с вами очень быстро поменяем на рабочем калиску. Итак, наш поводок с вами готов. Мы его сделали. И его, в принципе, уже можно поставить на саму оснастку. Но, предварительно, я вам все-таки советую сперва его оснастить, а вернее, поставить на насадку. Потому что, когда потом уже все это будет смонтировано, сделать это будет несколько неудобно. Поэтому мы берем наш плавущий бойлик. Аккуратненько его прокалываем. Нам нужен будет байт-флосс. Отрываем необходимый кусочек. И заводим байт-флосс в ушко вертлюжка. Завели. Соединили вместе два хвостика. И протянули их через насадку. Вытащили. Вертлюжочек желательно притопить весь до большого колечка. Почти полностью. Оставшиеся два хвостика мы связываем с вами в узелок. Но узел до конца не протягиваем. Вставляем небольшую петельку. Для чего? Для того, чтобы туда подсунуть стопор. Подсунули. Затянули полностью. И сделали еще один обычный узел, но с двумя оборотами. Один оборотик. И второй оборотик. В этом случае узел не распустится. Опять же все. Затянули. И отрезали лишние кусочки. Оставшиеся хвостики спокойненько подпаливаем с зажигалки. Получилась аккуратненькая шапочка. Лишние стопора удаляем. И теперь нам нужно собрать целиком весь монтаж с лидкором, с трубочками. Для этого у нас есть подготовленный лидкор. Уже связанный. Я надеюсь, он у вас тоже имеется. Будем использовать утяжеленную трубку. Танкстен. Очень такая, достаточно тяжелая. Придает дополнительный вес. Чтобы лучше прижать весь монтаж к одному. Отрежем два маленьких кусочка. Буквально по 5-7 миллиметров. И при помощи той же иголки аккуратненько с ними посадим их на лидкор. И воспользуемся двумя шариками. Возьмем два шарика. Тоже серии Танкстенг. В которые добавлен вольфрам. На самом деле серия очень хорошая. Утяжеленная. И для некоторых монтажей является настоящим спасением. То есть, если нужно вам монтаж прижать более плотно к одному. То эта серия будет как ни за кстати. Ставим первый шарик на трубочку. Которую усадили до этого. Аккуратно сдвигаем. Там достаточно плотное отверстие. Это очень хорошо. То есть, шарик не будет свободно двигаться по лидкору. Это важно. Затем надеваем стандартный быстросъемник. И фиксируем вторым шариком. Так же аккуратненько надеваем. Слегка покручиваем. Можно даже трубочку немножко смочить. У нас быстросъемник оказался между двух шариков. То есть, он четко зафиксирован. Собираем оснастку дальше. Дальше нам нужен резиновый буфер. Который чаще используется для монтажа вертолета. Но здесь он будет очень кстати. Аккуратненько надеваем его на лидкор. И в конце все фиксируем карабином. К которому будет крепиться грузила. То есть, в принципе, можно сказать, что это некий аналог монтажа вертолета. Но совершенно другой. Затягиваем карабин почти до конца в буфер. И одеваем на карабинчик груз. Буфер одевается практически до конца. Нам осталось с вами поставить только поводок. Он у нас уже с вами готов. Полностью оснащен. Для этого мы берем опять же резиновый буфер, который будет закрывать быстросъемник. С помощью иголочки одеваем его на сам поводочек. И спокойно, без лишних осложнений, одеваем его на быстросъемник. И закрываем резиновым буфером. Придаем поводочку необходимую форму. И наш с вами монтаж полностью готов к использованию. Так вот все аккуратно, без лишних затей. Мы с вами поменяли поводок. И тем самым очень быстро подберем высоту подъема насадки от дна, на который будет реагировать карта. Итак, это был монтаж Чод Рик с быстрой сменой поводка. Оставайтесь с нами. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok